Совсем скоро это трехэтажное здание в Плиево станет вторым домом для каждого, кто желает постичь здесь знания. Работы покладки наружных стен и перегородок уже завершены. Фасад нового учебного заведения на 720 мест полностью готов. Строительство объекта начали в прошлом году. Процесс идет полным ходом. Монтаж, разводка вентиляционной системы полностью завершена. Штукатурка, первый этаж практически на 50% первый этаж. Штукатурка, штукатурка завершена. Начинаем сейчас с тяжки, с завтрашнения, с тяжки полов, утепление, с тяжки полов. По периметру канализация, водопровод, разводка. Для удобства учеников предусмотрели все необходимое, включая оснащение современными технологиями. Позаботятся не только о внутреннем обеспечении. Снаружи работа тоже кипит. С ней пришлось повременить из-за погодных условий. Здесь разместят спортивные площадки. Предусмотрены поле футбольное, площадки, теннисные площадки, волейбольные площадки, площадка для настольного тенниса, 100 метров, побеговая дорожка, площадки для тихого отдыха, для младших, для старших классов, зеленые зоны. Строительство школы завершено на 75%. Остались малярные работы, провести отопление и сантехнические нюансы. Согласно графику успевают точно в срок. Объект проверяется на соответствование требованиям и качество строительства. Мастер с многолетним стажем Амирхан Арчаков быстро и легко определяет недочеты в рабочем процессе. Мы осуществляем входящий контроль на качество продукции строительной, чтобы она соответствовала проекту, доложенной и одновременно сам технологический процесс, производство работы осуществляем тоже. Если бывают замечания, естественно, мы делаем, чтобы это все устранялось и нормально шел процесс работы. Всего в сельском поселении Плиева четыре средние и одна основная школы. Одну из них построили около двух лет назад, но мест все равно не хватает. Школы переполнены. Например, первая рассчитана на 420 мест, а учится в ней сейчас около 800 детей. Это большая нагрузка на школу, учитывая, что она довольно старая. Построена в 1956 году. Директор возводимой пятой школы Лема Измайлова говорит, что открытие нового учебного заведения значительно облегчит нагрузку всем, разгрузит школы и восстановит привычный график занятий. Я надеюсь, что улучшится и образование, и детям будет более интересно, потому что в новой школе там очень много кабинетов будет, много инвентаря будет, более интерактивные доски, потому что у нас в нашей школе нет такой возможности, чтобы было все это. Жители сельского поселения строительству новой школы рады. У Абу Карла Плиева четверо детей. От своей школы они живут далеко. Пешком идти слишком долго, поэтому добираются на машине. Это не всегда удобно, да и затратно. Школа возводится в рамках национального проекта образования, который инициирован президентом страны. Завершить строительство и сдать объект планируют до конца текущего года.